В 80-е годы 19 века в имени Макаравьяр появился новый хозяин Сергей Михайлович Ильенко. Чем приглянулось ему это небольшое село? Нетрудно догадаться. Места здесь действительно красивые. Река Донец, чистая полная рыбы, густой лес, годный и на вырубку и для охоты, поля, на которых и урожай можно растить и прокатиться с ветерком на быстром коне. В те времена село Макаравьяр было центром гончарного промысла на востоке Украины. Так, на 320 крестьянских дворов приходилось 297 гончаров. Согласитесь, цифра внушительная. Свои изделия местные умельцы возили на продажу до самого Азова. Но давайте вернемся к Сергею Ильенко. Каким помещиком он был? Известно, что и сам Сергей Михайлович, также его жена и дети занимались благотворительностью. По его инициативе здесь в селе была построена больница. Первая больница. Первая школа была построена в конце 19 века. Больница не просто какая-то маленькая, а крупная больница, которая очень много сел обслуживала. И настолько уровень высокий был, что люди благодарны ему были за строительство этой больницы. Недавно мы столетие ее отмечали. В 2001 году столетие торжественно отметили. И его имя там вспоминали. По воскресеньям возле церкви стояло блюдо со сладостями для крестьянских детей. Для них же каждый год на новогодние праздники семья Ильенко устраивала елку, готовила подарки. Известен случай, когда у местного крестьянина сгорела хата. Чтобы построить новую, необходим был лес. Разрешение на его вырубку нужно было спросить у помещика. По селу тогда люди передавали друг другу ответ Сергея Михайловича. Иди, руби сколько нужно, и те деревья какие захочешь. По инициативе Ильенко три раза в году в селе организовывались ярмарки. В середине Макарова Яра размещалась ярмарочная площадь. С окрестных сел и хуторов съезжались крестьяне. Торговали скотом, сельскохозяйственной продукцией, гончарными изделиями. Сейчас на месте ярмарочной площади расположена школа, интернат и футбольное поле. Недалеко от села, частично на деньги Ильенко, была построена железнодорожная станция. При Сергее Михайловиче в селе был большой конезавод, на котором выращивались лошади английской породы. Донец, вот за нашей спиной, а на той стороне Донца, в 9 километрах от Донца, от берега, там построена была станция Ильенко. А он очень любил коней и был конезаводчиком. Кони у него были роскошные. Настолько, что он отправлял своих коней на соревнования в Москву. И там они хорошо выступали. Например, дудак, жокей, взял приз дерби. Кстати, за этот выигрыш Сергей Ильенко, как владелец лошади, получил баснословный по тем временам деньги – 40 тысяч рублей. А одного из своих жокеев, Ефрема Болотова, Сергей Михайлович даже посылал учиться в выездке в Москву. Как оказалось, не зря. Болотова воспитывал, он мальчиком еще к нему попал, Болотов воспитывал его, потом отдал в Москву учиться в верховой езде. И потом Болотов несколько раз участвовал в соревнованиях конных, брал несколько раз приз дерби, был вхож в царский двор, на балы его приглашали вместе с женой. А в советское время был приз учрежден, приз Болотова. Конечно же, не все так безоблачно было в селе Макаровьяр. Так, листая брошюру по истории села, изданную в советские времена, можно прочитать о том, что в июле 1906 года здесь были крестьянские волнения. Кое-где даже употребляется такое слово, как восстание. Итак, что же за восстание было в поместье Сергея Ильенко? И восстание ли это было? На Донбассе выступления были рабочих, а крестьян, как правило, меньше выступлений. И вот период 1905 и 1906 год здесь, ну, нельзя назвать это восстанием, никак. Хотя в советской литературе было, что это восстание крупнейшее, даже в одной месте я это прочитала, восстание на Донбассе, это крестьян. В восстание, дело было так. Село это было, помещиком было в селе Ильенко, но он и в городе жил, в Луганске. Там у него дом был, а здесь он наездом был. Но управляла всем этим именем, сестра его, Клеопатра, которую, честно сказать, недолюбливали крестьяне. Она и скупая была, и не такая мягкая, как сам Ильенко, его жена. И вот, значит, была уборка урожая. И они, ну, как сказать, ну, не вовремя подвезли еду, обед принесли вовремя, или не такой привезли. Это уже тут разночтение. И они, значит, бросили работу, и, значит, пришли сюда. Ну, требования какие они предъявляли? Значит, первое, значит, это предъявляли, ну, если сказать мелкое, значит, за еду, за оплату, но самое главное, это снижение арендной платы. С 15 до 3 рублей за десятину, да? Да, да. За десятину. Ну, он согласился, Ильенко. Некоторые из бунтовщиков все-таки угодили в тюрьму, но не за то, что выказали недовольство, а за оскорбление мундира. Дело в том, что когда зять Ильенко Нил Филатов попытался успокоить орущую толпу, некоторые из мужчин насильно сняли с него мундир, за то, что управляющий не заступается за них. Вот за это, за оскорбление офицерского достоинства, бунтовщики и попали в тюрьму. Простили своих скрестьян Сергей Михайлович? Конечно, простил. Он снизил арендную плату, как они того хотели. Более того, жительница села Матрена-Закаверия рассказывала о том, что за участие в бунте ее отец сидел в тюрьме. И каждый раз, когда мать Матрены шла проведывать отца, то заходила в помещичью усадьбу. Там ей выдавали зерно или муку для мужа. Кстати, сейчас на месте помещичьей усадьбы стоит сельсовет. Мы попытались рассказать о Сергее Михайловиче Ильенко только как о владельце имения Макаровьяр. Его общественная деятельность требует отдельного разговора. Он занимал большое количество должностей. Председатель земского собрания Славяно-Сербского уезда, предводитель дворянства, член Луганской городской думы, почетный мировой судья, член ревизионной комиссии и прочее, прочее, прочее. Все должности мы не будем перечислять. Умер Сергей Ильенко вскоре после революции. И не на родине, а в Ростове-на-Дону. Отчего умер, неизвестно, по слухам, от холеры. Может быть, это странно звучит, но ушел из жизни Сергей Михайлович вовремя. Не увидел он того, как приходили раскулачивать его семью. Не знает, что кто-то из его детей вынужден был бежать из родных мест. Кто-то погиб в лагерях. Кого-то просто выгнали из родного имения. Итак, дети Ильенко. Три сына и три дочери. Мария. Умерла еще в детстве. Ее могила находится возле сельской церкви. Анна. Вышла замуж за соседского помещика Нила Филатова. После революции эмигрировала вместе с братом Михаилом в Югославию. Дальнейшая судьба неизвестна. Ее муж Нил решил остаться. В 1926 году он был расстрелян в луганской тюрьме. Ирина. Была замужем за Ипполитом Покровским. Тем самым инженером, который строил железнодорожную станцию рядом с селом. В период революции эмигрировала во Францию вместе с мужем. Впоследствии Ипполит Покровский решил вернуться. Его мотивация была такова. Мы ничего плохого России не сделали. Был репрессирован. Константин. После революции жил в Луганске. Расстрелян. Николай. О нем нам известно больше, чем о других детях Сергея Ильенко. Его историю мы расскажем в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова